Всем привет! Мы с вами в гараже. Давненько мы здесь не были. И, конечно, надо бы здесь навести порядок. Но сегодня я приехал за полочками, потому что я решил сделать на балконе, на котором мы тоже давно не были, полочки. Поэтому мы сейчас грузим, так сказать, исходный материал в модный и комфортный кар-шеринг. Спасибо Яндексу про Джили Кулрей. У меня уже были серии. Я от них остался, как вы помните, в восторге. Все. Собственно говоря, погрузились и переносимся на следующую локацию. Ну, а теперь быстренько забираем то, что принадлежит нам и мчим уже до дома, до хаты, так сказать. Ну, собственно говоря, получено. Поехали все это дело собирать. Собственно говоря, мы оказались на нашем горячо любимом балконе. На горячо любимом балконе беспорядок пока что ровно такой же, как в гараже. Соответственно, с этим мы и будем бороться. Полочки по плану должны быть вот на этой стене. Они как раз отлично входят по своей ширине, глубине, так скажем, в этот проем. Проблем две. Короткие полочки примерно будут вот как стремянка. И есть вариант, соответственно говоря, оставить, ну, поставить короткие полочки и оставить вот это вот место для стремянки. Она обычно меня стоит не так, я просто как раз примерялся и думал. С другой стороны, в линии с подоконником у меня было желание сделать от стены до подоконника общую столешницу. Чтобы, так сказать, было такое прям вот рабочее пространство. Ну, а дальше там... Дальше тоже было желание сделать на всю ширину. Ну, стремянку просто вот, грубо говоря, на пол бросать и ладно. В общем, буду примиряться. Производить, так сказать, изыскательные работы. А пока что надо прибраться на балконе. Ну что ж, этот эпизод можно начать буквально с приветствия, потому что прошло действительно много-много времени с прошлой записи. Я прибрался, балкон преобразился, место прибавилось. Вот тот самый чемоданчик, который был в первых сериях. Так, сделай сам, которым хотел возить оборудование. Вожу только в пустыне. Собственно говоря, пока что нам не пригодится. Может быть, когда-нибудь вернусь, так сказать, к работе и над ним. На новом обновленном балконе. Собственно, под стол, не смотрите. Это надо увезти в деревню. Сейчас буду, в первую очередь, пилить. Во вторую очередь, сверлить. Надо будет, значит, подрезать одну полочку. Я все-таки решил делать вот края, да, края их. Не их, а ее. Которая будет рядом с подоконничком. Остальные будут покороче. И будут прилегать не к подоконнику, не к этой стене. А вот к этому углу. Соответственно, они будут где-то вот примерно, наверное, вот так вот досюда будет. У подоконника щели, естественно, не будет. Потому что здесь будет длинная. А дальше будет некое пространство, куда я так прикинул, можно поставить дополнительный свет. Хотя, в принципе, с этими лампами здесь очень даже светло. Такие вот планы. Соответственно, сейчас я под нужный размер подгоню полочку, которая встанет к подоконнику. И сразу же подготовлю все остальные полочки. Дальше надо будет просто засверлить стену и поставить полочки. В общем-то, ничего сложного, по идее, быть не должно. А еще расскажите, пожалуйста, что это такая вот за штука, которая всю жизнь провалялась на балконе. Я категорически не помню, откуда она и что она. Вот такой вот просто пластиковый круг. Ну, в смысле, квадрат, да, ребят? Простите, пожалуйста. Утро. Я не очень хорошо соображаю. С какими-то вот креплениями непонятными. То есть она вот к чему-то, она явно крепилась. Такое ощущение, судя вот по всему этому, что она вполне возможно как-то приоткрывалась. В общем, не знаю. Что за штука, напишите в комментах, пожалуйста. Так, собственно говоря, первая полочка есть. У нее, к сожалению, отваливается декоративная боковинка. Я так полагаю, что с учетом того, что все равно ее резать, пилить, эта боковинка может треснуть. Она же пластиковая, скорее всего. Может треснуть как-нибудь не так, как это хотелось бы. Поэтому я ее сейчас полностью сниму. Потом просто полностью аккуратненько приклею. Правильное ведь решение? Мне кажется, да. Вот так вот сделали. Бросили. Так, с учетом того, что сейчас пилить, кобрик, наверное, имеет смысл убрать. О, оказывается, я уже записываю что-то. Ну так, в общем, замер, можно сказать, произведен. С учетом того, что подоконник пластиковый, можно будет воспользоваться грубой мужской силой и, соответственно, полочку в любом случае впихнуть. Соответственно, что мы имеем здесь? Что мы имеем здесь? Как-то так мы сейчас ее и попилим. Ну, собственно, надрез сделан. И уже он кто-то сточит из соседей. Вот такие вот соседи. Не любят, когда выходные, происходит какой-то шум. Ну, собственно, как-то так оно должно быть. Но традиционная рубрика «Один раз отрежь после того, как семь раз отмерил» она всегда имеет право на жизнь. Потому что... Потому что как-то так. Ну, о, молодец. Это, поскольку полки были от книжной полки, это уже было до нас. И это в любом случае требовало какого-то, так сказать, решения. То, что 20-ти миллиметровые болтики, точнее говоря, саморезом, простите меня, великодушно, оказались все-таки чуть больше, чем я рассчитывал, потому что я думал, что непосредственно угол еще съест сколько-то миллиметров. А он, видимо, не съел. Надо было выбрать 16-ти миллиметровый. Ну, ладно. Сейчас я все доделаю. Приложу полку и покажу свою идею насчет этого всего. Она все равно тут не очень подходит под цвет даже желтых кирпичей. Поэтому у меня есть план, и я собираюсь его придерживаться. Досадно, конечно, но что поделать абсолютно в принципе. По-фигу. Обе привенчаны. Сейчас я как-нибудь попробую переставить кадр. Снимать одним кадром вообще ван лав. Все профессиональные режиссеры этому завидуют. Мы, у меня, даже держатся. Она сейчас обязательно, как сказать, пиздец. Но пока держатся. В общем, да, идея вот такая вот. Естественно, это должно быть проверь. Естественно, как оказалось, у балкона стены кривые. И подоконник кривой тоже. Так вот. Мой план был следующим. Если вы помните, в гараже я бомбил стикерами две, так сказать, несущие, два несущих столба у полки, которую мы собирали с отцом. Так вот, здесь у меня план сбомбить стикерами эту поверхность с переходом на балкон. Аккуратненько. Должно быть красивенько. Ну, а ниже и выше будут просто полки. Те, что полки будут выше, там вот этого видно вообще не будет. И поэтому вообще черт с ним. С другой стороны, если эта поверхность у меня рабочая, то она в любом случае будет коцаться. Так, падать не надо, дорогая. Собственно, идею вы поняли, поскольку полка начала, будучи еще не закрепленной, немножко ерзать. Я кадр все-таки сейчас выключу, потому что будет не совсем удобно. Либо где-нибудь снизу камеру поставлю. В общем, следующий кадр. Еще прикладная, так сказать, не математика, а сила показала, что, ну, про то, что Сукриво я сказал, то, что, блин, крепления попадут в бетон, а это, наверное, не очень хорошо. В общем, сейчас буду что-то думать, прикручивать, отмерять, измерять. One hour later. Ну что ж, вот как-то так выглядела разметка. Основную большую полку, к сожалению, одному не очень будет удобно размечать. Я думаю, я ее сейчас сначала повешу две верхних полки, а потом размечу и повешу нижнюю. просто как будет нижняя висеть, верхняя висеть, верхняя будет не очень удобно. Как-то так пока что все получается. Вот такие вот дела. Но есть проблема вот с этой стеной. Почему-то красную стену это сверло берет вообще идеально, красный кирпич, а желтый не берет. Почему так? Непонятно. В общем, не буду я на камеру шуметь. Сейчас, как минимум, одну полочку повешу, да, покажу, что получается. вообще вот сейчас появилось мнение, что, наверное, не очень удачно я выбрал расположение углов по краям. Вероятно, имело смысл немного отступить от них. Но с другой стороны, там будут храниться тяжелые коробки инструментов, которые просто на угол давить не будут. Они будут лежать как бы на плоскости и соответственно надо приклеить эти штучки декоративные. Сюда, как я говорил, я, может быть, сделаю какую-нибудь красивую ленту подсветки, чтобы она осветила в окно и создавала праздник. Так, ну, собственно говоря, надо избавляться от словочитания, собственно говоря. Верхние полки поставлены. Уголки, конечно, выглядят каким-то сверхмассивными для таких полочек, но хранить-то надо инструмент, а инструмент не самый легкий, поэтому, наверное, нормально. надо приступать к средней и нижней. Нижнюю полку я разметил уже, мне надо просто сверлить, не падай. Собственно говоря, основную рабочую полку я еще не размечал. Сейчас уберу стреманку и, собственно говоря, все это сделаю. Неплановое включение. есть мнение, что когда сверлишь стены, можно подставить под сверло пылесос и тем самым собрать всю пыль, соответственно, будет чище, экологичнее вот это все. Так вот, я хотел бы вам сказать следующее. Никогда не выполняйте вот этого трюка с простыми бытовыми пылесосами, типа такого пылесоса, я-то научен опытом, так сказать. Я этим пылесосом сейчас собирал только вот крупные стружки, которые получились, когда я делал полки, подравнивал края и вот отпиливал, соответственно, от большой полки. Так вот, все бытовые пылесосы имеют бумажные фильтры, которые от этой мелкой бетонной пыли в момент забиваются и по факту приводят пылесос к смерти, так скажем, назовем это так. Поэтому совет годный, но он годный только если у вас околопрофессиональный пылесос с водным фильтром. Тогда да, тогда это все дело катит, вся пыль осетает в воде и пылесос при этом никак не страдает. Любой бытовой пылесос с бумажными фильтрами вам спасибо за такое не скажет. А еще мне что подумалось. Вот с большой полкой я сейчас ее переделаю. Не буду я ее вот так вот делать с углом к этой стене. Ее надо делать полностью крепить на ту стену или с неким островом от краев. Собственно говоря, небольшая переделочка. Надо да, вовремя додумался. Молодец. Нет, ничего лучше, чем делать что-то на глазок. Добавить соль по вкусу и вот это вот все. Линейки, измерения, к чему вообще все это? положили, приложили и все ништяк. Ну что ж, делать на глазок действительно настолько клево, что сделав на глазок, примерив все, пришла идея переделать не на глазок. В итоге верхняя полка зашла вот в таком вот формате полностью на подоконник. Нижнюю поставил, верхней поставил. Ну, собственно, вот как-то так и получилось уже, когда не на глазок. Так что, в принципе, рекомендую использовать оба метода. Они плюс-минус оба действенные. Теперь, что касаемо полок. Вообще, с одной стороны пришло какое-то осознание, что нормально они к этим стенам ложатся. Наверное, можно их и не трогать. на меня бесят белые уголки. В общем, наверное, для первой серии это все. Я сейчас разложу вещи, собственно говоря. Облагораживание и продолжение покажу кратенько в следующей серии, потому что стикеров у меня нету. нельзя просто так начать и наводить порядок, так сказать. О, Господи. На балконе. В общем, попытаюсь сейчас заказать боксы для хранения. Седьмой час вечера. Как бы привет пока. Пробочки-то никто почему-то не отменял. Видимо, новогодняя суета. В общем, стою в сторону льда. Да. Вот такие вот контейнеры забрал. Собственно говоря, мчу домой. Уже темно. Продолжу, видимо, завтра. The next day. Всем привет. Новый день. Полочки. Собственно говоря, уже давным-давно. Со вчерашнего дня ладно, на месте. Я приклеил боковины везде. на всех, при всех полочках. Здесь я заделал небольшой шов, который в итоге получился герметиком. Все стоит отлично. Герметик еще пригодится. А вот так, собственно говоря, и выглядят те полочки, которые я привез вчера. Сейчас я их наполню, чем придется. и, собственно говоря, очередной раз напоминаю себе, что надо меньше говорить, собственно говоря. Наполню их и покажу вам результат того, во что превращается балкончик. По балкончику, кстати, вчера появилась еще одна идея, поскольку вот эту вот полку я поставил другую, как мы помним, не впритык к подоконнику, а нахлест. Полку, которая осталась а-ля впритык к подоконнику, которая вот так вот была бы, я хотел поставить вниз. А потом я придумал следующее, что я вам покажу потом отдельно, что я придумал. Поэтому не буду раскрывать, так сказать, секретов. Все ровно так, как оно и должно быть. Наполняем ящички. Так, да, с нижней полкой был косяк. Я вот в эту стену использовал старые дюбели, которые у меня просто были, потому что было лень открывать, так сказать, новую упаковку дюбелей, и они оказались полным говном. Давайте вещи называть своими именами. Собственно, сейчас ставлю нормальные дюбели и делаю нормально. После этого делаю полочки. Процесс продолжается. Винтики, шурупчики, саморезики управляются по местам. Этикетки складываются, чтобы было понятно, что к чему. В общем, все идет по плану. потихонечку распределяю нажитое непосильным трудом по боксам. Все красиво размечаю, где есть такая возможность. как всегда, оказывается, что дофига каких-то безделушек и не осталось всего два ящика. по идее все должно хватить. Но, в общем, прям, как всегда, как всегда, прям почти что впритык. Продолжаю. Все обретает потихонечку законченный вид. боксы заполнились. Что-то такое валяется непонятно. Бокс я заполнил. Не очень понимаю, куда стяжки положить. Не очень понимаю, куда отдельно взятый инструмент положить. Все-таки, видимо, вот на эту вот стену, на этот промежуток напрашивается какая-то такая рабочая, так скажем, панель, куда можно будет развесить все инструменты. Подумаю над этим. У меня осталась еще одна столешница. Думаю, может быть, правда, ее вот так вот прям плотничком посадить на стену. И, собственно говоря, собственно говоря, что? вы меня поняли, мою идею. Посадить ее на стену и к ней прикрутить саморезики, на которые можно будет пешить инструмент. Хотя у него здесь вот дыры и так есть. В бетоне, блин, кто так делает? не знаю, в какой серии будет это продолжение. Продолжаю выстраиваться. Думаю, итог текущих работ я в любом случае покажу, на чем я остановлюсь окончательно. ну а что будет дальше, то будет дальше. Какая у меня идея по итогу возникла? Собственно, я хотел это показать как-нибудь в следующий раз, но давайте мы как раз на этом и зафиналимся. я не буду доделывать широкую полку снизу, чтобы здесь было такое вот рабочее место. Не только чтобы что-то делать своими руками, но и чтобы можно было что-то делать с ноутбуком. Значит, вопросов тут остается несколько. Помимо того, что экран грязный, уж простите. ноутбук будет тереться о кирпич это нехорошо. Мне подумалось вообще следующая идея. Я куплю какую-то пробковую доску и пробковой доской вот эту вот стену залеплю. Смотрю, как ее лучше крепить. На сморезе-то вряд ли ее купить крепите на дибель. Видимо, как-нибудь приклеить ее. Соответственно, ноутбук не будет царапаться и выше можно будет придумать отдельно под инструменты какую-то систему хранили. Просто пока что инструменты я положил вот так вот и не знаю как это лучше оформить, но в рамках текущей штуки их лучше не оформишь. В пакете у меня гоу- гоу- прошка и всякие крепления под нее тоже пока что не знаю как это лучше куда деть в связи с чем возникла глобальная идея. во-первых как я и говорил вывести все в деревню в ведре тоже старая техника айпад наверное можно будет в рубрике ломай показать ну а так там неплохой фотоаппарат дешевая китайская гоу- прошка в общем не суд короче я не туда поехал люблю я знаете рассуждать так вот идея у меня в следующем стол сложить потому что я хотел сделать себе здесь рабочее место но в итоге все это захламилось и рабочего места не получилось и раз рабочее место получается вот здесь вот я куплю барный стул и будет очень так даже неплохо я вот кстати подумал может быть как на вот эту столешницу подумать расширить такую раскладную сделать в общем над этим еще я подумаю как это лучше организовать стол сложить аккуратно куда-нибудь его придвинуть сдвинуть и сделать вот по углу этой стены тоже полочки так сказать во всю ширь во всю ввысь на этом пожалуй все спасибо что были со мной в этой серии ждите обязательно продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях как неправильно я все сделал спасибо спасибо